всем здравствуйте сегодня у нас 30 апреля последний день месяца и именно сегодня мне хочется поговорить о каннах вернее о корневищах кан поскольку самое время проверить их посмотреть что с ними происходит если они у вас имеются или допустим вы приобретаете покупаете их в садовых центрах магазинах или заказывайте как в моем случае из питомников наших вот четыре деленочки буквально несколько дней назад ко мне пришли посылкой заказала я их из питомника и могу вам сказать что качество мягко говоря средненькая к сожалению буквально каждая деленка есть свои недостатки в каком случае что очень материал поврежден вот вы можете видеть что одна из деленок буквально пришлось хирургическим путем вырезать всю гниль которая на ней находилась не знаю в каких условиях они хранились что с ними делали как они ушли они недолго потому что сейчас легко можно это все отследить буквально четыре дня но качество меня не очень удовлетворяет но тем не менее постараюсь с ними что-то сделать реанимировать и если вы как я приобретали посадочный материал то обязательно нам с вами первым делом необходимо его аккуратно осторожно но тем не менее внимательно просмотреть удалить все недостатки гнили повреждения зачистить все до здоровой ткани обработать либо зеленкой либо хлоргексидином что найдется под рукой немного подсушить и вот как вы видите вот эти все приобретенные деленочки я уже подготовила для того чтобы замочить их фитоспорине можно в марганцовке если такого не имеется препарат у вас под рукой не менее получаса и вот именно эти деленки которые приобретены я постараюсь прорастить то есть до момента высадки еще около месяца и думаю что постараюсь я увидеть что в итоге у меня получится возможно не с некоторыми сортами мы попрощаемся не успев познакомиться посмотрим но вот в качестве примера я хочу продемонстрировать вам деленки личные собственные кто смотрел мое видео прошлого года и ранее были сняты видео у меня два сорта кан но к сожалению не могу сказать точно что это за канны поскольку несколько лет назад уже более пяти лет назад они были просто переданы в дар и что это за сорта точно не могу знать и все же склоняюсь к тому что это уже достаточно редкие сорта в каком плане что это канна гибридная или садовая так называемая индийская мелко цветковая поскольку сейчас канны представители чаще всего крупноцветковые очень запоминающиеся сорта яркие окраски эти же канны поскромнее цветы у них если говорить конкретно о лепесточках на цветах небольшого размера там 23 сантиметра и больше они относятся именно к мелко цветковым каннам которые чаще всего уже в озеленении используются редко поскольку декоративность у них чуть ниже нежели у современных сортов но если вы посмотрите видео ссылочку конечно мы оставим в описании к данному видео с 2018 года где я конкретно и очень подробно рассказываю о процессе выращивания и в том числе и доращивания канн то цветение у этих растений все же достойны они весьма высокорослые и неплохо себя и зарекомендовали у нас в средней полосе но вот опять же давайте вернемся к зеленкам вот это сорт красный это более высокорослые канны и окраска лепестков у них такая ярко алая именно красная высотой она может достигать до двух метров я думаю даже может быть в лучших условиях будет еще чуть выше цветонос даже может быть не 25 а 30 и 35 сантиметров вот так выглядит деленка моя собственная которая у меня на протяжении всего зимнего периода в октябре месяце я убрала их на хранение вот так она сохранилась очень и очень неплохо конечно тут может быть не очень все хорошо видно корешков достаточно много но как вы можете видеть деленка вполне здоровая крепкая никаких влажных гнилей есть хорошо развитые почки понятно что данная деленка как минимум три почки нам даст а может быть даже будет еще хранились они у меня в подполье при температуре 5-7 градусов но тем не менее канны великолепно себя там чувствуют и даже вот сейчас настоящий момент еще не просыпаются это конечно очень хорошо поскольку я не планирую доставать пока на свет каким-то образом доращивать что не сказать вот именно приобретенных их я обязательно доращу и проращу что у меня получится обязательно постараюсь продемонстрировать а вот свои канны я хочу уже дотянуть если можно так выразиться до момента высадки уже на постоянное место но могу вам сказать что это будет не раньше конца мая то есть где-то в 20 даже 25 числах я буду высаживать канны и могу сказать что если у вас есть желание есть возможности есть место то вы можете дорастить деленки но если этой возможности нет то ничего страшного мы постараемся сохранить их достаточно при пониженных температурах это в пределах 10 12 даже можно чуть ниже мы смело можем дотянуть до момента высадки уже не дорощи на и вот именно в таком состоянии деленки я буду высаживать уже на постоянное место и видео прошлого года когда тоже показывал как они себя великолепно проявили у меня на участке высаживала я их в песчаную почву но обязательно добавляла органику ни в коем случае не совсем свежую это прошлогодний навоз и вот они замечательно себя продемонстрировали очень хорошо цвели долго буквально вот до первых уже серьезных заморозков когда была необходимость уже просто их удалить и убрать на хранение то есть вот так вот зеленочки выглядит в настоящий момент вот конкретно у меня это уже второй сорт назовем его красно-оранжевый он чуть пониже но у него интересная листва с такими белок белыми прожилками небольшой такой также светленькой каемочкой по листу достаточно крупному овальному и цветы у него с примесью желтых и оранжевых оттенков тоже очень интересный сорт и я так понимаю что в настоящее время достаточно редкий и если вас заинтересовали данные сорта то то вы можете поподробнее о них узнать на нашем сайте ссылочку мы обязательно оставим также в описании к данному видео и приобрести понравившиеся сорта ну вот так выглядят в настоящий момент деленки приобретенные и мои собственные ну что ж мы с вами продолжаем работу на участке либо дома выращиваем рассаду в преддверии праздников мне хочется пожелать всего самого доброго и наилучшего а также красивых цветов и до скорых встреч дизайн и до скорых встреч дизайн и дизайн и дизайн и дизайн и и